Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. В Сочи в октябре будет высажено 100 эвкалиптов. Продолжаются и работы по кронированию. Об этом стало известно на планерке главы города. Куриш готовся к штрафу. Полицейские сегодня вышли в рейд по общественным местам курорта. Клиент всегда прав. В Сочи наградили лауреатов премии права потребителей качества обслуживания. Турция предложила провести часть соревнований Олимпиады 2026 года в Сочи. Губернатор турецкой провинции Эрзурум Сайфетин Азиз Аглу предложил провести зимние игры по ряду видов спорта в Сочи, если турецкий город получит право на проведение Олимпиады. Этот вопрос был поднят на встрече с послом России в Турции. Губернатор турецкого города отметил, что строить спортивные объекты в Эрзуруме слишком дорого и предложил провести соревнования по бобслею, скелетону и санному спорту на российском побережье. Но позже в СМИ появились сообщения от турецких властей, что они не обращались к российской стороне по поводу организации в Сочи части соревнований. Я цитирую. «Пока официальных заявлений мы не делали. Губернатор говорил лишь о гипотетической возможности подобных переговоров». Напомню также, что в апреле Международный Олимпийский комитет опубликовал список семи стран, которые намерены принять зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 1926 года. Это Австрия, Канада, Япония, Швеция, Швейцария, Италия и Турция. Затем власти японского города Саппора после недавнего землетрясения на острове сообщили о снятии своей кандидатуры. Ранее свои заявки уже отозвали швейцарский Сьон и австрийский Грац. Ну а город, где пройдут зимние игры 2026 года, будет выбран на сессии МОК в сентябре 2019 года. Раздолье для спорта на Кубани должно появиться больше площадок для занятий физкультурой. С такой инициативой выступил глава региона Вениамин Кондратьев. Пилотным проектом станет поле на территории 20-й школы Краевой столицы. Чем будут полезны спортивные комплексы не только ученикам школ, но и жителям близлежащих домов, расскажут наши краснодарские коллеги. От середины беговые упражнения до столба напротив. Руки за спину, заклёстом голени марш. До столба через дерево налево. Пока такой навигацией пользуются тренеры. О новом спорткомплексе здесь мечтают давно и уже распланировали, как удобно будет заниматься на оборудованных беговых дорожках. На территории 20-й школы расположились несколько полей для уроков физкультуры. Но как только пойдут дожди и градус спадет, всем придется отправиться в спортзалы. Там и масштабы для игр другие. Да и инвентарь с 1979 года просит ремонта. С тех пор реконструкции спортивных сооружений в школе не было. И, соответственно, два спортивных зала, которые у нас есть в школе, они не могут в полной мере обеспечить нам выполнение трехчасовой программы, которая сейчас требуется по федеральным государственным образовательным стандартам и внеурочную деятельность. Поэтому строительство того комплекса, оно, конечно, жизненно необходимо. Крытый спортивный комплекс с площадью 800 квадратных метров планируют возвести на территории, которая практически не востребована на школьном дворе. Место под будущую постройку показывают губернатору Краевни, Амину Кондратьеву. Мэр краевой столицы Евгений Провышев докладывает, спорткомплекс сможет работать сразу на две школы – 20-ю и соседнюю – 37-ю. Таким образом, руководство школ полностью закроет федеральную образовательную программу по физкультуре. О необходимости центра главе региона рассказывают и самые юные заказчики. – Когда зима приходит, где занимаетесь физкультурой? – В спортзале. – А все помещаетесь в спортзале? – Да. – Все помещаетесь? – Да. – А когда уроки заканчиваются, чем занимаетесь? – Учим, ходим домой и учим уроки. – А кто-нибудь в спортивные секции ходит или нет? – Я. – А куда вы ходите? – В плавание. – А вот если рядом здесь, во дворе школы, появится спортивный комплекс, в него будете ходить? – Да. – Тогда договорились. Я думаю, он появится. – И директор школы ваша хочет, и глава города очень этого хочет, Евгений Алексеевич Первышев. А вы тоже, значит, их поддерживаете? – Да. – Тогда договорились. Выиграют от строительства спорткомплекса не только школы, но и жители близлежащих многоэтажек. По проекту в будущем центре смогут круглогодично заниматься не только ученики образовательных учреждений, но и местные жители. Для них будут работать в спортивной секции по разным направлениям. Что очень кстати, учитывая плотность застройки в Комсомольском микрорайоне, где находятся школы. Глава региона акцентирует внимание на том, что физкультурно-оздоровительных центров на Кубани должно становиться больше. Муниципалитеты обязаны выделять свободные участки под спортобъекты возле школ. Важнее, чтобы мы все-таки дошли до тех детей, которые не имеют школы рядом. Спортивной площадки тоже нет. Поэтому давайте ищем максимальную возможность многофункциональные открытые спортивные площадки в городе, конечно, понастроить. – С параллелем эти все направления. – Это обязательное требование. Создание здесь спортивного комплекса, малобюджетного, безусловно, не снимает ни в коем случае дефицит тех спортивных площадок, которые существуют сегодня в городе. Ни в коем случае не снимают. Поэтому темпы, наоборот, только набираем. Эта площадка станет первым в Краснодаре спортивным комплексом на территории школы для полноценных занятий физкультурой. В будущем к ней присоединятся 84-я школа и 4-й лицей. При этом во всех образовательных учреждениях продолжат работать стадионы и тренировочные площадки. Любовь к спортивному образу жизни будут прививать со школьной скамьи. Инна Чайка, Денис Москаленко, Денис Перец и Денис Горбунов, Кубань-24, Краснодар. Добавили деньги в бюджет. Депутаты законодательного собрания одобрили изменения в региональную казну, которые на рассмотрение парламента внес губернатор. Таким образом, расходы на социальную сферу из регионального бюджета увеличены на 11 миллиардов и к концу года составят 164 миллиарда рублей. В ней Минкондратьев рассказал, что дополнительные средства пойдут на повышение зарплат бюджетникам, закупку лекарств, а также строительство школ и детских садов. Единогласно кубанские депутаты проголосовали и за сохранение краевых льгот для тех жителей региона, кто достиг 55 лет в случае с женщинами и 60 у мужчин. При достижении этого возраста они уже имеют право на льготы по транспортному налогу, на проезд в общественном транспорте, оплату за жилищно-коммунальное хозяйство. И я считаю это абсолютно правильно, потому что важен не сам закон как таковой, а важны его последствия. Насколько люди предпенсионного возраста не ощутят на себе определенное бремя дискомфорта от того, что пенсионная реформа начала работать. Была проведена очень большая качественная работа. То, что это необходимо создать подушку такую определенную, тот дискомфорт, который минимизировать его, а то, что это необходимо, это просто очевидно. Глава Белоглинского района привел страшные цифры, которые касаются Белоглинского района. На одного работающего приходится два неработающих человека. И эта ситуация не меняется, а усугубляется. В следующем году из бюджета края на поддержку различных категорий льготников, проживающих на Кубани, выделят 9 миллиардов рублей. Однако, несмотря на единодушие в принятии решений депутатами, во время сессии возникла дискуссия по вопросу расходования бюджетных денег. В некоторых районах почему-то не торопятся осваивать выделенные средства. Из-за этого срываются сроки строительства различных объектов. Вениамин Кондратьев предложил народным избранникам активнее следить за распределением денег и не бояться спрашивать об этом с чиновников на местах. Серьезная сумма у глав муниципальных образований снимается, у муниципалитетов, у глав, я бы сказал. Потому что на самом деле не смогли, не смогли их освоить. А почему не смогли? Болезнь роста такая есть. Денег пришло столько, что они никогда в жизни их не видели. А в результате, в результате мы ничего не получаем. Получаем обратный эффект. Мы заявляем, говорим, люди ждут, в том числе муниципальных образований. А потом муниципалитет также возвращает эту сумму в бюджет, продержав как минимум, ну, точно уже месяца всем. Вот таких героев, в кавычках, и муниципалитеты, и в крае. Это надо сдать в лицо. Кто-то заявил еще с подчеркиванием, ничего не сделал. И не должны, может быть, они в следующий раз уже ничего делать. Поэтому, коллеги, активней в процессе контроля, в том числе за реализацией программ, за использование денежных средств с муниципальными образований. В процессе именно подготовки, в том числе к сессии или работы, обостряйте эти вопросы, обостряйте. И проблем станет меньше. Чем больше мы будем взаимодействовать, в том числе с точки зрения контроля за качеством использования бюджетных средств, тем на самом деле они качественно не будут использоваться. Первая после летних каникул парламентская сессия оказалась продуктивной. Депутаты рассмотрели больше 70 вопросов. В Сочи в октябре будет высажено 100 деревьев эвкалипта. Кроме того, продолжаются работы по кронированию и спилу сухостоя. Об этом стало известно на планерном совещании главы города. Зеленый наряд Сочи, безусловно, является самым ценным для курорта. И отношение к нему внимательное. Сейчас определяются места для посадки ста эвкалиптов. А с аварийными деревьями приходится расставаться, чтобы они не представляли угрозу для жизни людей. Глава города распорядился провести мониторинг всех деревьев в городе и спилить опасность сухостой по муниципальной программе. На те зоны, которые находятся в муниципальной собственности, мы должны выделить деньги. А есть зоны, дворовые территории, частные территории, территории бабушек, дедушек, которые никогда этого не сделают. И чтобы мы не ждали беды, значит, надо будет сделать все документы, подготовить их. Как известно, любой спил аварийных деревьев проводится после выдачи порубочного разрешения. И комиссия, в состав которой входят эксперты, представители Русского географического общества, решает, выдавать ли такой документ. На этой неделе некоторые сочинцы в соцсетях, не разобравшись, забили тревогу по поводу спила деревьев на Платановой аллее, которые, по сути, уже давно представляли опасность для окружающих. Даже на фотографиях, размещенных кем-то в интернете, видно, что деревья имели 40-50% стволовой гнили. То есть сердцевина дерева полностью выгнившая. Проведены работы по вырубке для цели обеспечения безопасности жителей, гостей города. Это ведь главный транспортный артерия, главный транспортный маршрут. Тема вывоза мусора уже стала постоянной на планерке. САХ налаживает свою работу. Накопленный мусор с площадки выводится в объеме 900 тонн в сутки. Динамика и в работе с клиентами, которые почему-то забывают про абонентскую плату. Глава города просит подготовить более выгодные предложения по вывозу крупногабаритного мусора. Как правило, за него вообще никто не платит. И вывозить его приходится за счет субсидий. Системная работа будет только тогда, когда будет четко. Есть деньги, деньги платим перевозчику, деньги платим полигону и все будет нормально. А когда деньги не платим, перевозчика уговариваем, с полигоном разговариваем, с министром ЖКХ разговариваем. Так же нельзя. Время подошло уже говорить и о подготовке жилищно-коммунального комплекса к отопительному сезону. Социальные объекты, больницы, поликлиники, школы и детские сады уже получили паспорта готовности. Претензии к центральному району и Хосинскому, где промывка и опрессовка системы теплоснабжения домов не завершена. Управляющие компании не проявляют активность, чем вызывают беспокойство у властей. И с 1 октября с такими управленцами будут разговаривать уже жилкомиссия и прокуратура. Штраф за неготовность теплоузлов может достигать 250 тысяч рублей. И сегодня же на планерном совещании произошли кадровые назначения. На должность руководителя департамента имущественных отношений администрации Сочи назначен Илья Просветов. С 2010 года он прошел путь от начальника правового отдела до должности директора МФЦ Сочи. Глава города сразу же ставит задачу привести в соответствие списки налогоплательщиков. Как известно, пенсионеры освобождены от налога на землю, но у некоторых родственники хитрят и переписывают на своих пожилых родителей гостиницы, рестораны, отели. Однако, если у пенсионеров земля используется для коммерческих объектов, то они не вправе рассчитывать на льготу. Кроме того, в Сочи 25% земель не стоят на кадастре, а значит не имеют границ и их хозяева не платят налоги. В результате город недополучает 500 миллионов рублей в бюджет и здесь тоже необходимо навести порядок. Елена Овсицына, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. 26 сентября в Сочи облачно возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью плюс 16, плюс 18. Днем 18-20 градусов выше нуля. Температура морской воды плюс 24. Ну и к другим событиям. Миллионный житель в подарок. Краснодар на свой юбилей получил статус города-миллионника. Свидетелями исторического события стали жители и гости кубанской столицы. Об этом официально объявили на Театральной площади во время празднования 225-летия Краснодара. Мэру Евгению Первышову вручили символическое свидетельство. Под ваши аплодисменты, друзья, Краснодар – город миллионник. Город стал миллионером. Поздравить Краснодар с юбилеем на главную площадь города пришли около 50 тысяч человек. В их числе губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и председатель законодательного собрания Юрий Бурлачко. Со сцены они обратились ко всем жителям кубанской столицы. Краснодар – сердце богатой, процветающей и сильной Кубани. Место притяжения для многих наших соотечественников. Именно Краснодар выбирают для места жительства, для получения образования, для работы. Нельзя не сказать, что сегодня Краснодар меняет свое лицо. Мы ремонтируем и строим дороги, школы, детские сады, спортивные объекты, облагораживаем скверы, парки, дворы. Конечно, нам нужно много, много и еще многое сделать. Потому что Краснодар – город смелых, талантливых, трудолюбивых, амбициозных, неугомонных, энергичных людей. И именно мы, краснодарцы, в том числе и вы, кто сегодня стоит на этой площади, создаете историю сегодняшнего, а может быть и завтрашнего Краснодара. 225 лет. По историческим меркам срок небольшой. Но за это время город пережил очень многое. Он менял название. Он шел в будущее через лихолетие военного времени. Его разрушали, он восстанавливался. Давайте пожелаем городу мира, добра, благополучия. А вам, дорогие друзья, счастья. Счастья вам и вашим семьям. Продолжением празднования 225-летия Краснодара стал гала-концерт. Тематические выступления местных коллективов были разбиты на несколько частей. Каждый эпизод рассказывал об исторических этапах развития города. Прогулки с доктором организовали сочинские власти. Они предложили горожанам каждую пятницу совершать вечерний променад с целью оздоровления. Для этого в четырех районах курорта разработаны 12 маршрутов. Если хочешь быть здоровым, считай шаги. Как минимум 10 тысяч в день рекомендуют специалисты. Чтобы поставить ходьбу на счетчик, можно воспользоваться мобильным приложением. Или совершить оздоровительную прогулку по специально разработанному маршруту. От стерео до северного мола пролег путь сторонников активного образа жизни. Их собралось не менее сотни. Мы отсидели пары и всегда рады пойти по здоровому пути и направить других. Одними из первых к оздоровительной акции примкнули медики. Будущие и действующие они-то точно знают. Ходьба – залог отличного настроения и самочувствия. Такое хорошее настроение. Такая бодрость. Обязательно надо ходить. Солнышко село, не жарко. Иди, наслаждайся хорошей погодой. Это тренировка сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, выброс гормонов. В процессе ходьбы можно решить насущные проблемы со здоровьем, задать медикам интересующие вопросы, получить квалифицированную консультацию куда приятнее во время прогулки, чем в кабинете. Эта идея родилась после пребывания здесь в федеральной акции «Волна здоровья», которую нам привез Лео Антонович Бакерия. И она состоялась в городе Сочи 2 сентября. И в разговоре Лео Бакерия с главой города, глава все время поддерживает вот такие интересные акции, такие социально значимые. 10 тысяч шагов к жизни сочинцы организованно будут совершать каждую пятницу. Старт в 17 часов. Разработано 12 маршрутов. Акция проходит во всех четырех районах города. Татьяна Говоркова, телекомпания «ФКТ». Полицейские сегодня вышли в рейд по общественным местам курорта. На сей раз причиной инспекции стал антитабачный закон. К тому же Сочи объявлен зоной, свободной от курения. На нарушителей правоохранителей составили административные протоколы. Дым сигарет, пусть даже с ментолом, вредит здоровью. Об этом в Сочи заявили в громкоговорители, запретили курить в общественных местах. Проект «Сочи. Город, свободный от курения» победил во всероссийском конкурсе «Здоровая Россия» и был признан лучшим молодежным проектом. Так, курорт поддержал федеральный закон номер 15 об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма, который был принят в стране в 2013 году. В итоге антитабачный закон серьезно ограничил права курильщиков, в которых вытеснили из ресторанов, спортивных объектов, вокзалов, аэропортов и других общественных мест, где теперь нельзя дымить. Если игнорировать ограничения, есть риск получить штраф. Именно об этом сегодня напоминали курильщикам сочинские полицейские. Вы находитесь в общественном месте, где курение запрещено. В вашем отношении будет составлен административный протокол по статье 6.24 о нарушении запрета курения в общественном месте. Нарушение статьи 6.24 КОАПРФ влечет наложение административного штрафа в размере 1000 рублей. Вы согласны с данным нарушением? У вас есть возможность его оплатить. В течение 40 дней вы обязаны оплатить штраф. Если вы его не оплатите, то тогда будет уже действовать статья 20.25 о том, чтобы принудительное взыскание с вас штрафа. Факт вреда табака подтвержден списком самых опасных заболеваний, которым подвержены курильщики. И цель рейда – защита здоровья россиян. Для Сочи же это приоритетная задача. Город и больниологический курорт, и спортивная столица. Поэтому сочинцы – за свежий воздух. Заядлым же курильщикам напомнили, что в городе есть места, где не действует запрет курения. Ребята, если вы хотите покурить, то есть есть для этого специально отведенные для курения места, где человек может покурить сигарету. В принципе, это правильно. Я понял, что стоит курить в общественных местах. К рейдам подключилась и молодежь. К полицейским присоединились члены городского студенческого совета. Ребята находят общий язык со сверстниками. Многим даже помогли бросить вредную привычку. Я очень негативно отношусь к курению, когда молодежь ходит по улицам и курит. Когда проходит очень много мам с маленькими детьми, и проходят мужчины, которые курят, а не только мужчины. И когда сидели на детских площадках ребята и курили, это не очень красиво, даже просто человеческий фактор. Это неправильно. Там маленькие дети. Для этого есть специально отведенные места в городе, где можно также спокойно отойти и покурить. Но не делать это в массовых местах, где очень много людей и детей. За полгода в России дымящих нарушителей антидобачного законодательства штрафовали на 70 миллионов рублей. Все эти нарушения закона фиксируют сотрудники полиции. В основном нарушают действующее законодательство гости нашего города. В текущем году было выявлено сотрудниками полиции более 4 тысяч таких нарушений. По всем случаям был составлен административный материал. И мы впредь будем проводить подобные совместные рейдовые мероприятия. Поэтому мы хотим предупредить всех жителей, особенно гостей нашего города, соблюдать действующее законодательство. Вслед за полицейскими на антитобачную акцию выйдет и сочинская общественность. В рамках хартии «Сочи без табака» властями города приняты решительные меры по борьбе с курением. Инга Габеши, Амихаил Дубинин, телекомпания ФКТ. В Сочи начнутся гастроли инклюзивного кукольного спектакля «Белые ночи». Он создан специально для людей с нарушением зрения. Зрители могут полностью окунуться в атмосферу звуков и запахов туманного города. В прямом смысле прикоснуться к архитектуре Санкт-Петербурга. На каждой конструкции нанесена надпись шрифтом Брайля, которая сообщает, что это за здание и кто его архитектор. Пригласительные билеты зрителям с нарушением зрения предоставляются в кассах театра и сочинском отделении Всероссийского общества слепых при предъявлении удостоверения или справки. Зрителям с полным отсутствием зрения получат и пригласительный билет для сопровождающего. С 4 по 11 октября показы спектакля пройдут во всех районах Сочи, а также в Краснодаре, Армавире и Туапсе. Сочинец Давид Минасян завоевал бронзу. Первенство Центрального совета «Динамо» под дзюдо. Турнир среди атлетов до 18 лет прошел в минувшие выходные в Новороссийске. Юноши состязались в девяти весовых категориях, девушки в восьми. В турнире приняли участие 392 дзюдоиста из пяти федеральных округов России. Соревнования проводились по олимпийской системе и являлись отборочными на финал первенства России. В весовой категории 90 килограммов боролись 12 атлетов, среди которых сочинец Давид Минасян, воспитанник тренера Александра Димура. За выход в полуфинал Давид одолел спортсмена из Челябинской области, затем в полуфинале уступил атлету из Дагестана, но смог собраться и выиграл схватку за бронзу у челябинца Савелия Кириллова. Всего дзюдоисты Краснодарского края завоевали девять медалей – два золота, три серебра и четыре бронзы. В Сочи наградили лауреатов премии «Права потребителей» и «Качество обслуживания». Каждый год общественно значимая награда вручается наиболее успешным проектам в этой области. Инициирована премия фондом «Социальные проекты». На торжественной церемонии награждения побывала и наша съемочная группа. Премия в области качества сервиса и производимых товаров собирает лучшие компании из разных сфер бизнеса. Страхование, банковское дело, общественное питание, связь, электроника и даже строительство. Награда – знак того, что компании-лауреаты ответственно относятся к соблюдению прав потребителей, производству своих товаров и оказанию услуг. А еще участие в таком мероприятии – лучший пример клиента. Ориентированности уверены сами номинанты. Двукратным лауреатом премии «Права потребителей» и «Качество обслуживания» в этом году стала компания «Эйсус», секрет успеха которой – стремление к инновациям. Ну а награда – очередное подтверждение того, что «Эйсус» не просто создатель самого покупаемого продукта для комфортной цифровой жизни, но и гарант качества. Такие форумы, где можно встретиться и поговорить с партнерами, поговорить с конкурентами, обсудить, они очень полезны и, я думаю, что полезны для всех. Запущен новый проект в прошлом году был, то есть компания «Эйсус» в России запустила свой фирменный интернет-магазин, и поэтому именно из-за этого тоже очень интересно встретиться и поговорить, и обсудить, и увидеть, что делают другие, и посмотреть, насколько мы современны. Ежегодная премия позволяет российским компаниям проследить уровень своего развития. Здесь участники делятся самыми современными наработками. Среди них и российский бренд на рынке мобильной электроники – «БиКью». Вот уже более пяти лет мы развиваем это направление, и для нас, конечно, очень важно получить эту премию. В первую очередь это признание. Да, мы первый год номинировались, и в первый же год выиграли в номинации смартфоны. В 2017 году мы представили линейку с большими аккумуляторами, которые раньше были привилегией только дорогих смартфонов мировых брендов. В первую очередь бренд ориентирован на бюджетный сегмент, то есть наши покупатели – это люди со средним и невысоким доставком. Также лауреатом стала сеть фитнес-клуба в СССР. Сети спортивных сооружений России – так расшифровывается аббревиатура – уже 25 лет. Именно она стояла у истоков зарождения фитнес-индустрии в России. Премия абсолютно важная, потому что это непосредственно относится ко всем людям, которые ходят в наш клуб. Это семейные фитнес-клубы, которые работают круглосуточно. То есть мы говорим о Москве, Московской области, нас сейчас уже 30, поэтому мы очень быстро и динамично развиваемся. И мы делаем все для того, чтобы люди были здоровы, самое главное. Отмечена премия и права потребителей качества обслуживания и крупнейшая сеть магазинов японской и китайской кухонь – суши ВОК. Это популярный формат магазинов и суши баров «Take Away», то есть готовые блюда на вынос. Сегодня это более 600 магазинов в городах России, Украины, Казахстана и Белоруссии. Сами некие стандарты качества для себя ставим, сами их придерживаемся. И, конечно, это премия тоже для нас. Прежде всего мы заботились о наших гостях, тех людях, которые приходят ежедневно в наши магазины, которые делают у нас покупки, и которые потом довольны этими покупками и просто счастливы. Прошел в рамках мероприятия и форум, где участники обсудили развитие потребительской культуры в России, а также взаимодействие государства, бизнеса и общества в области защиты прав потребителей. Потому что покупатель всегда прав, подчеркивают в фонде социальные проекты. Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Ну и на этом наш выпуск завершен. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте. «ФКТ.ком». Смотрите нас также в социальных сетях. Фейсбук, Инстаграм, Одноклассники, Телеграм и в группе «ФКТ ВКонтакте». Ну а в студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова